19 января православные верующие отмечают праздник крещения Господня или Богоявления. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. В Беларуси с 1 января вступили в силу изменения в налоговый кодекс. Среди них – отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Сегодня важно защитить детей от COVID-19. Для этого работают прививочные пункты. Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию планируется провести в феврале текущего года, как и было обещано ранее. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по итогам общественного обсуждения обновленного проекта основного закона. Президент добавил, что граждане должны высказать откровенно свое мнение без давления. Главное – народу довести суть и причины, обратил внимание лидер республики. Он призвал белорусов не игнорировать референдум, так как от его исхода зависит будущее страны. 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня или Богоявления. Этот праздник связан с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан. С этим временем также связана и обрядность купания в Крещении. Традиция крещенских купаний лицетворяет воспоминания о том, как Христос своим омовением осветил Иорданские воды. В Сочельне христиане постелись, а в храмах после литургии освящали воду. Этот обряд проводят и сегодня, а люди верят, что она приобретает целебные свойства. Безопасно погрузиться в священную прорубь в Барановическом регионе сегодня можно было в одной точке – на водохранилище Мышанка. Православные верующие 19 января празднуют Крещение или Богоявление – один из главных христианских праздников. Им заканчиваются рождественские святки. Праздник начинается 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. В этот день верующая приходит на службу в церковь и за освященной водой. Она в это время приобретает особую силу и свойства, может исцелять различные недуги и оставаться свежей в течение трех лет. Крещение Господне – христианский праздник, появившийся благодаря крещению Иисуса в реке Иордан. Согласно Евангелии на Иисуса, в тот момент снизошел Святой Дух. В память об этом событии на водоемах сооружают купели. Ближе к вечеру освящают водоемы, чтобы верующие могли прийти и окунуться три раза в Иордане, смывая грехи и невзгоды. После омовения происходит перерождение души, а помыслы становятся чище, чем сама вода. Праздник крещения несет в себе смирение, очищение от грязных умыслов, искупление грехов и покаяния. В этот день люди должны быть ближе друг к другу и терпимее, помогать и поддерживать, благодарить Бога, восстанавливать душевное спокойствие и оставлять все плохое в прошлом. Также, согласно поверьям, окропление дома, освященной водой, не только очищает его, но и делает более здоровой и счастливой живущую в нем семью. Существуют и народные приметы на крещение. Так, например, человек, которого крестили 18 или 19 января, будет счастливым. Бюджет Брещины на 2022 утвержден с профицитом в 35 миллионов рублей. Соответствующее решение областного совета депутатов обубликовано на национальном правовом портале. Исходя из прогноза социально-экономического развития, доходы областного бюджета в этом году планируются на уровне 1,989 млрд рублей. Расходы – 1,954 млрд. В целом, за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование 20 государственных программ, например, таких как здоровье народа и демографическая безопасность, образование и молодежная политика, культура Беларуси, комфортное жилье и благоприятная среда, социальная защита, преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС, инновационное развитие и другие. Приоритетные статьи расходов по-прежнему приходятся на социальную сферу, куда намерены направить свыше 70% всех расходов консолидированного бюджета. Также предусмотрены средства на мероприятия, связанные с подготовкой областных дожинок в Ивацевичском районе. Для решения наиболее важных проблем региона в местных бюджетах сформированы резервные фонды. В Беларуси с 1 января вступили в силу изменения в налоговый кодекс. Среди них – отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Однако в отношении некоторых категорий граждан такая льгота сохранилась. Подробности далее. В Беларуси с 1 января вступили в силу изменения в налоговый кодекс. Среди них – отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Но не для всех льгота отменена полностью. Она сохранилась в отношении одной квартиры для пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, многодетных и несовершеннолетних, у кого тоже в собственности находятся квартиры. При этом раньше такая же льгота существовала для жилых домов этой же категории граждан, но была привязка к тому, чтобы с ними не проживали трудоспособные лица, которые финансово могли уплатить этот налог. Сегодня такой привязки нет. То есть достаточно того, что пенсионер является собственником жилого помещения, которое подлежит налогообложению. Льгота по одной квартире будет предоставлена ему автоматически. Если у него две квартиры, то льготироваться будет наиболее дорогая по стоимости, а квартира с меньшей стоимостью будет подлежать налогообложению. Сумма налога на недвижимость по квартирам будет определяться налоговыми органами, исходя из площади и расчетной стоимости типового квадратного метра жилья, приведенной в налоговом кодексе. Например, налог на квартиру в многоэтажке в Минске общей площадью 59 квадратов составит 48 рублей, а на квартиру 42 квадратных метра в Мозере – 25 рублей 20 копеек. Предусмотрен порядок уплаты, распределенный на два года. До 15 ноября 2022 года нужно будет уплатить аванс 50% от годовой суммы налога на недвижимость, а уже до 15 ноября 2023 доплатить полную сумму налога. Ровно 23 года назад, 19 января 1999, указом президента было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. За это время белорусскими спасателями из горячих точек эвакуированы тысячи людей, ликвидированы сотни тысяч возгораний, самолетами ведомства отправлены тонны гуманитарных грузов. Работники МЧС тушат пожары, выезжают на аварии, приходят на помощь на дорогах, воде и в лесу. По номерам 101 или 112 можно позвонить в любом внештатном положении. Даже сегодня в свой профессиональный праздник сотрудники дежурят у прорубей, чтобы обеспечить безопасность в ходе крещенских купаний. Омикрон добрался и до Беларуси. В эпицентре зачастую оказываются дети. Сейчас их важно защитить от инфекций. Для этого работают прививочные пункты. Какова вероятность заражения вирусом у детей? Как проявляются у них заболевания? Далее. По данным ВОЗ, дети болеют коронавирусом гораздо реже и легче приносят инфекцию. Однако дети, как и взрослые, не одинаково справляются с вирусом. Многие маленькие пациенты переносят инфекцию бессимптомно или, как обычную, простуду. Но если у ребенка есть хронические заболевания сердца, легких иммунной системы, диабета, жирения, то существует довольно высокая вероятность тяжелого течения заболевания с осложнениями. Не исключен летальный исход. Существуют определенные симптомы, при появлении которых ребенка надо срочно показать врачу и, возможно, госпитализировать. В период вспышки коронавируса специалисты рекомендуют родителям часто контролировать температуру тела детей. Симптомы коронавирусной инфекции у детей сходны с такими же у взрослых. Как правило, чаще всего у детей это лихорадка и кашель. Также могут быть такие проявления, как миалгии, головные боли, явления со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, нарушение стула. Также могут быть ларингиты, конъюнктивиты, фибрильные судороги. Врачи уверены, госпитализированных детей было бы значительно меньше, если бы мамы и папы вовремя проявили бдительность. Самый важный сигнал для обращения к врачу – это подтвержденный диагноз COVID-19 у людей из окружения ребенка, даже если он сам выглядит здоровым. При первых симптомах инфекционного заболевания, вроде повышения температуры тела, слабости, насморки, кашля, стоит пройти диагностику. И тогда лечение не займет много времени, а опасные последствия не наступят. Наиболее опасными еще в начале пандемии для детей были признаны риски мультисистемного воспалительного синдрома. Он возникает в том числе и у тех детей, кто переболел легко или бессимптомно. При МВС происходит замедленная гиперреакция иммунитета на коронавирус. Так, через 1-6 недель после болезни, которую родители и ребенок могут и не заметить, вдруг поднимается температура. Она почти не сбивается препаратами, начинается лихорадка, интоксикация. Больше, чем у половины детей появляется сыпь. У ребенка могут появиться конъюнктивит, изменения на слизистых рта, увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления. У третьих пациентов были обнаружены миокардиты и сердечная дисфункция. Поэтому для защиты своей семьи от COVID-19 продолжайте соблюдать все основные меры безопасности. В первую очередь сделайте прививку. Она защитит вас и окружающих. В последнее время случаи коронавирусной инфекции у детей участились. Это связано с новым штаммом вируса омикроном. Поэтому очень важно говорить о профилактике. Важна как не специфическая профилактика, так и специфическая. Специфическая профилактика заключается в вакцинации детей. С декабря месяца 2021 года в календарь прививок введена прививка против коронавирусной инфекции детей с 12 до 17 лет. В настоящее время для вакцинирования маленьких пациентов предлагается инактивированный препарат против инфекции COVID-19 Вера Селл. Страна-производитель – Китайская Народная Республика. Главное – родителям или законным представителям подписать информированное согласие на вакцинацию. Укол можно сделать не ранее 6 месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний к вакцинации у ребенка. Напомним, прививочная кампания детского населения против инфекции COVID-19 началась 27 декабря 2021 года. Больницы Брестской области готовы к возможной новой волне коронавируса, вызванной штаммом омикрон. Закуплены новые аппараты искусственной вентиляции легких. Дополнительно введены кислородные точки. К марту их число увеличится. Учреждения здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты. Антисептическими и дезинфицирующими препаратами в среднем создан запас на 4-5 месяцев. Сейчас в регионе наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. По последним данным, на стационарном лечении находится в 5 раз меньше пациентов, чем было в пиковые дни 4-й волны в середине октября. Однако в конце января-феврале прогнозируется рост заболеваемости ореи гриппом. Многие больницы Брестской области реконструировали системы подачи кислорода. Пациентов с коронавирусом сейчас принимают в Брестской и Пинской центральных больницах. Барановичская горбольница номер 2, инфекционных отделениях областной и Лунинецкой районной больницах. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова